Я завершиваю духовное семинарие в Южной Корее и продолжаю целенаправленно находиться в позиции ученика. Мне нравится учиться. И я провозглася, что Иисус Христос Ишуа Машия навсегда останется моим учителем. И я всегда буду его учеником. И я всегда буду его учеником. И в начале курса меня всегда просят помолиться. Я в этот раз говорю, ну давайте сегодня немного еврите. И произнес на еврите благословение Аарона. И казах на еврите благословение на Аарон. На что на меня посмотрели там оттуда, с Израилем. Наши преподаватели с Израилем. Наши преподаватели с Израилем. Это южнокорейские миссионеры в Израиле. И они говорят, даже мы живя в Израиле уже 12 лет. Мы до сих пор еще не молимся на еврейском языке. А пастор Геннадий уже молится. Но я сегодня почему так начал? Но за что започнах так аднес? Потому что сегодня у нас в гостях и миссианские евреи. На гостях миссианские евреи при нас. И для нашей церкви это большая драгоценность. И за нашу церковь твоя гуляла. И вот с этим человеком И с тоже человеком Его зовут Николай. То есть сказано Николай. Мы познакомились на конференции Трес Диас. Запознах мы на конференции Трес Диас. Мы встретились там. Срешных месяц там. И разговорились. И оказалось, что у нас очень много общего. Ну мы верим в одного Бога. Верим в одного Ишуа Машеха. Еще у нас одинаковое образование. Он тоже доктор. Но он по специализации хирург. Но по специализации это то и хирург. И он тогда сказал мне, попросил. Я давно слышал про Игоря Семеновича. Он по всему миру ездит и проводит вот эти Трес Диас. И давно мечтал с ним познакомиться. Можно я войду в вашу конференцию? И произнесу Аароново благословение на Еврите. И я ему пообещал, что я буду разговаривать с главным пастором. И вот сегодня он у нас в гостях. И той днес на гости при нас. Давайте ему поприветствуем. Некогда го приветствуем. Одного мессианского еврея. Мессианский еврей. Из Киева. От Киев. Его зовут Николай. То есть, оказывай Николай. Будет был Иславин брат Николай. Ой, слава Богу. Слава Богу. Слава на Бога. Шалом, дорогие братья и сестры. Шалом, скоби, братья и сестры. От всей души желаю мира и Украине. И мир на Украине. И мир и Украине, и Болгарии. И на Болгарии. Все что? Но шалом, это не только мир. Это Божия полнота. Шалом не есвему мир, твое Божия полнота. И всем вам Божией полноты. Всички, да имате тази Божия полнота. Я у вас не первый раз. И вот когда первый раз попал в вашу церковь. Я почувствовал особенное такое действие Духа Святого. У нас в Киеве мессианская община. Это больше двух тысяч человек. Наверное, две с половиной тысячи. Некогда две тысячи пувины, очевидно. И у нас на шаббатах огромное количество людей. У нас два часа идет прославление танцевальное. И вот у нас, ну у евреев не как у людей, знаете. У нас два часа это только прославление. У нас шаббат длится 4-5 часов. Шаббат продолжает 4-5 часа. И вот у нас такое чувство, чувствуется особое действие Духа Святого. У вас вот такое же. И я сейчас понял, почему. Вот очень важно осознавать, что мы все, все верующие в Иисуса Христа, суть сыны Авраама. И много важно, да осознаваемо, че всички верующие в Иисус Христос, мы сыновейте на Авраам. И мы все иудеи по духу. Несме иудеи по духу, всички-то. И очень важно понимать, что наш Господь Иисус Христос, это Ишуа. Чинающий Господь Иисус Христос. Ну, любой еврей понимает, что на еврите и на иудыше Ишуа, это спасение, спаситель. На еврите Ишуа означало спасение. И вот очень важно, что у вас раскрывается еврейское понимание, еврейское понимание Библии. Очень важно, что вы ученики, ученики Ишуа Мессии, я верю, что это помазание через пастора, оно распространяется на вас. И вот в прошлый раз мы благословляли всех нас на выполнение великого поручения. На спасение взяток на смерть, выходить, говорить людям. Да и слизамые договорим на хората. О спасении. За спасение. И вот важно, что у вас в молитвах звучит, вот мы пошли нас. У меня прямо так бальзам на сердце. Потому что у нас, у нашей команды, наша миссия закончилась давно, но у нас на сердце осталось послушать. Мы служим еще здесь, помочь здесь беженцам, русскоязычным людям, не только беженцам. Тут много людей в Варнии мы встречали. И из России, и из Израиля. Много хоров мы встречали бы в Варнии от Руси, от Израиля. С русскоязычными. И вот эти люди все должны быть в церквях. И здесь висички хора требуются в церкви. Верю, что в ближайшее время, вот сейчас есть такая инициатива верующих провести совместную евангелизацию. И мы на инициатива на верующих, зайдем, направят евангелизацию. Здесь всего две крупных русскоязычных церкви. И мы сами две гулями русскоязычных церкви. Они обе отличаются очень сильно. Поэтому, как это, конкуренции тут не может быть. Не может быть конкуренции. Не может быть им конкуренции. Ну, не стесняйтесь, приглашайтесь. Не все притесняйте, просто иконеты. И вот хотел бы вот это ароновое благословение, про которое говорил пастор, чтобы оно раскрывалось в вашей жизни. Я верю, что Ишуа Мессия, Иисус Христос, он говорил на арамейском языке. Но он исполнил весь закон и читал Тору, Библию, и молился он на еврите. И в книге числа, в шестой главе, есть такое ароновое благословение, о котором первосвященник благословлял своих последовательных учеников, своих служителей и близких. Иисус Христос — наш первосвященник. И он верит, что он на еврите благословлял своих учеников. Поэтому я бы хотел обратиться сейчас к нашему Господу. И к Богу Отцу, Авину Малкейну, к нашему Господу, Ишуа Мессии, Иисусу Христу и Духу Святому, Руаха Кодыш. Прошу и молю, прошу и молю вас, прошу и молю тебя, единый наш Бог, раскрывай в жизни наших братьев и сестер, всех наших родных и близких, твое еврейство, твое иудейство, твое ароновое благословение. В книге «Числа» Господь сказал Моисею, «Передай Аарону, первосвященнику Аарону, так благословлять бне Исраэль, детей Божих». Да благословит и пастора, и всех служителей, и всех евангелистов, и всех братьев и сестер, и всех наших родных и близких Господь, и сохранит нас, да презрит на нас Господь светлым лицом Своим, и помилует нас, да обратит на нас Господь светлое лицо Своё, и подарит нам всем свой Божий мир, свою Божью веру, Божью защиту и охрану, божественное здоровье и исцеление, и Божий шалом. Бешем Ешуа Гамашех, во имя нашего Господа, Ешу Мессии Иисуса Христа. Амэн. Амэн. Алилуйя. Слава Господу. Слава на Бога. Я, извините, надо было... Вы можете перевести, да? Я думаю, все знают, наверное, все знают это Ааронова богословение, да? Вот пусть оно раскрывается в жизни. Кто-то все раскрывал в животе ТВ. В жизни всех братьев и сестер, всех наших родных и близких, и всех, кто увидит в записи, и всякий, кто увидит и чует два богословения, пусть тоже раскрывается это еврейство, иудейство, и Ааронова богословение. Амэн. Спасибо, спасибо. Слава Богу. Можно смело начинать, потому что нас так хорошо благословили, что мы будем и говорить Божье Слово, и воспринимать его, правда, да? И оно упадет на добру почву. Сегодня тема моей проповеди. Драгоценное из ничтожного. И я хотел бы открыть это место из Писания. И оно написано в книге пророка Иеремии. Това е написано в книгата на пророк Иеремия. 15 глава. И здесь пророк говорит. И пророк Казова. На проекторе вы можете читать на болгарском языке. Но сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеной. Они будут ратовать против тебя, то есть воевать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобой, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Скажи аминь. Потому что это очень мощное исповедание. Твоё много мощное исповедание. И очень мощное обетование, правда? И обетование. Бог, если обещает, то Он обязательно исполняет. То есть задолжительное исполняет. И вы знаете, вот эта тема, она очень глубокая сегодня. И та же тема много глубокая сегодня. Как научиться из ничтожного. Из ничтожных каких-то ситуаций. Из ничтожных событий. События. Вот сегодняшняя политическая ситуация. Например, днешняя политическая ситуация. Её можно смело назвать, ну что это настолько вот ничтожная ситуация. Смело можем да я наречем ничтожная. Глупая ситуация. Глупая ситуация. Никому не нужная ситуация. Правда? Никого не нужна тази ситуация. Но вот как вот из всего этого извлечь что-то драгоценное? И как от всичко това да извлечем нечто скъпоценно? И вот сегодня я немножко об этом. И днеска ще говоря малко за това. И я бы так хотел сегодня задать такой основной вопрос на эту тему. И искам да я попитам един основной вопрос сверзан с тази тема. Как извлекать? Как да извлечим? У нас сегодня практически такой семинар. Нескай мы практическая проповедь семинар. Как из любой ничтожной ситуации научить извлекать что-то драгоценное? Я думаю, что я говоря о себе ну говоря личное свидетельство свое могу об этом так же так засвидетельствовать что моя жизнь это в принципе жизнь одного ничтожного человека. Твое животное один ничтожен человек. который просто научился извлекать драгоценное. Я так пришел к Богу. Я пришел к Богу через страшную депрессию. Когда в 25 лет я потерял смысл жизни. Я в прошлом воскресенье об этом немножко говорил. О том, что в мою жизнь пришла печаль по Богу. Я вдруг осознал насколько бессмысленна жизнь человека который не верит в Бога. И аз осознах колко бессмыслен живот на човека который не верит в Бога. В ней нет выхода. Няма исход в този живот. Она пустая жизнь. Този живот е празен. К чему стремиться? Ком какво да се стреми. Какая цель твоей жизни? Каква е целота на твой живот? И какой конец? И каков е край. Вы знаете, мы можем сегодня исследовать жизнь каких-то колоссальных мирских философов. Животите на светских философов. Поэтов. Ученых. Учените. Которые не верили в Бога. Которые утверждали, что Бога нет. Которые утверждали, что Бога нет. И, например, Ницше. И, например, Ницше. Удивительный философ. Той е удивителен философ. Который утверждал. Което утверждавал. Что он утверждал. Какво утверждавал той? Что Бог просто умер. Че Бог е починал. Очень оригинальная мысль. Много оригинальная мысль. Ну, сразу как-то начинаешь думать. Ну, как? Ну, если Бог, Он вечный. Как Он может вообще умереть? Започниваш да си мислиш, ако Той е вечен, как ты могил да умре. Такая бескрайна философия. Безкрайна философия. Безисходна. Изначально депрессивная. Изначально депрессивная. Потому что если Бог умер. За что-то, ако Бог и умрел. То кто я такой, чтобы продолжать жить? Тогава кое-что Мазда продолжал вам доживее. И знаете, я прочитал одну книгу, которая исследует. Коя-то исследовала. Как закончили жизнь. Как свыршили живот оси. Апостол Павел нас к этому направляет. Апостол Павел не насочва кам това. Что он говорит? Как вы указываете той? Посмотрите на их конец. Погляднете на края им. Как они умирали. Как са учивали те? Как са умирали той? Эта книга подробно рассказывает. Как умирали самые страшные безбожники. В том числе Ницше. Вы знаете, как он страшно умер? Как страшно умирал той? Он умер в психиатричная клиника. В психиатричная клиника е починал. Невероятный философ. Который просто обезумил. Подтверждая этим место из притчи. Которое о чем говорит? И сказал безумец. В сердце своем. Нет Бога. Одна из форм безумия. Утверждает, что Бога нет. Или тем более заявить, что Бог умер. И еще докажешь, что Бог е умрял. И однажды я сказал, что в фильме Мел Гибсона страдания Христа очень хорошо показали суть предательства и отречения Иуда Искариота. Он отрекся от Христа. Вел совершенно безбожную жизнь, живя рядом. Му беше безбожен, вопреки, че е живял близо до Него. Плечом к плечу. С Иисусом Христом. Живял близо до Иисус Христос. С Богом, который пришел с небес воплоте. И он смело ему лгал в лицо. Той смело му и лгал в лицето му. Воровал из церковной казны. Той е открадвал от церквата. И думал, что все это пройдет. Что Иисус Христос человек. И он ничего не узнает. Но Иисус Христос все знал. И Библия, Евангелие говорит, что он с самого начала знал, кто его предаст. И Иуда Искариот продолжает. И в конечном итоге продает Христа за 30 серебреников. Знаете, Бог его долгое время долго терпел. Миловал его. Прощал. Но в конечном итоге Иисус Христос произносит такую фразу. Иисус Христос произносит одна фраза. Ну вот горе тому человеку, которым предается Сын Божий. Но лучше такому человеку не родиться. И знаете, в этом фильме показали. И този фильм са показали. Как в один момент. Как в един момент. Божья защита. Божья защита. Божья милость. Божья милост. И Божья благодать. И Божья благодать. Они отошли от этого человека. И те се махват от този человек. И вы знаете, вот показывают бесов, которые начали атаковать со всех сторон. И просто разрывать его мозг. И это было настолько страшно. Что он пошел и очень быстро. Что он сделал? Покончил жизнь самоубийством. Просто повесился. Он бежал вот к этому дереву. Потому что это было просто невыносимо. не могло претерпеть всичку твам. вы знаете, я открою еще одно место. Что творил а что одно место? Которое написано послание к римлянам. Послание к римлянам. Восьмая глава. Восьмая глава. Тоже только два стиха. А, три стиха. С двадцать шестого по двадцать восьмой стих. От двадцать шести до двадцать восьмой стих. Здесь апостол Павел пишет. Апостол Павел пишет. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующее же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Речь идет о молитвах на иных языках. Когда верующие практикуют молитву Духом Святым. В этот момент основная молитва Духа Святого в нас это ходатайство за нас. Когда я молюсь Духом, я точно знаю, что Дух Святой Он ходатайствует за мое спасение, за мой разум, чтобы он был очищен, защищен, освящен. Я молюсь за своих Духом Святым, я молюсь за своих родных, близких, и дальних, кого не приведет Господь. И давайте я прочту дальше. 28-й последний стих. Притом знаем, что любящим Богом и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Скажи, все содействует ко благу. Но не всем, а тем, которые любят Бога, и которых Бог призвал по своему изволению и кое-то сопротивление спорит неговое намерение. Любая ситуация. Любая ситуация. Тем может показаться, что ты сейчас находишься в какой-то ничтожной ситуации. Что ты в долгах, как в шелках. Какие-то бесконечные проблемы. Вы знаете, это момент истины, на самом деле. Когда я первый раз попал, когда я был уже на пороге в Царство Небесное, я вдруг осознал, а не попробует ли мне? Я начал читать Писание, где Бог говорит через Слово Своё. Испытайте меня, говорит Господь. Бог предлагает. Попробуйте меня. Испытайте меня. Призовите мое имя. Я обещаю вам, что всякий, призвавший имя Господне, спасется. Так почему бы не попробовать? И я начал призывать имя Иисуса. Имя Иисуса Христа. И вы знаете, в моей жизни началась колоссальная перемена. Просто колоссальная. И мой живот из-за почвенного пурмяна. Вот сегодня я выполняю роль где-то у меня образование психотерапевта. Имам образование на психотерапевт. И люди приходят и получают какую-то профессиональную помощь. Ну, я для себя открыл. Психотерапия в основном помогает. Помогает неверующим людям. Моя задача подвести человека к Иисусу Христу. Но когда человек познал живого Бога от настоящего Бога и реального Иисуса Христа ему больше никакая психотерапия не нужна. Просто отпадает от нее всякая необходимость. И в этот момент когда человек поверил и столкнулся лично с Иисусом он становится абсолютно счастлив. вы знаете пример ко мне в Бургасе начали привозить девушку ее привезли с Италии с далекой Италии. Мама у нее русская наполовину узбечка но замужем она по-моему за итальянцем и поэтому они живут в Италии ну вот узнали услышали привезли ее сюда и я начал ее по-врачебному лечить ну знаете вот 30 лет я уже практикую библиотерапию давайте откроем писание вы знаете живые помощи я думаю что уже любой человек практически знает сегодня 90 псалом но я учу людей произносить эту молитву от первого лица я же то есть я живу под сенью всемогущего человек должен произносить это вслух и лично я живу под его тенью нахожусь пребываю он покоит меня правда он водит меня ни одно оружие направлено напротив меня аминь не лям и человек начинает вот это провозглашать и в его сердце рождается вера потому что сердцем веруем к праведности а устами исповедуем к спасению так пишет апостол Павел и вы знаете у меня на глазах девушка с диагнозом эпилепсия начинает просто круто меняться у нее раньше были страшные припадки такие припадки что она просто вот так могла рухнуть и поломать себе челюсть поломала открытый перелом костей так она сильно упала один раз что кость вышла из плоти но сейчас мама рассказывает знаете что с дочкой моя произошло она бежит к вам просто если вы видели ее глаза она прибегает и это глаза переисполнены счастьем я понимаю что она не ко мне прибежала она познала Иисуса ее припадки я не могу сказать что они резко прекратились могу только сказать что они резко пошли на убыль я думаю что прежний образ жизни витха человека мисля че и предишний образ на живота все что страшные что раньше припадки были просто страшные ее било просто вот так подряд в медицине это называется эпистатус когда подряд несколько припадков а сейчас она может сидеть немножко закрыть глаза просто какие-то фасциляции буквально на пару минут и потом все проходит но мама отмечает дочь невероятно изменилась почему за что потому что дочка она из ничтожной ситуации приобрела драгоценного Иисуса Христа так или не так абсолютно ничтожная ситуация что может быть хорошего в том чтобы болеть эпилепсией ты ничего не можешь контролировать просто в определенный момент с тобой что-то происходит и ничего не помогает самая страшная противосудорожная препарата она пила которые очень токсичны препараты они отравляют печень и человек становится вот такой просто мутный и заторможенный но слава Богу нашему Иисусу Христу правда что Иисус это главный доктор главный целитель и он может абсолютно все и в это надо просто поверить и я просто в это когда-то поверил не думайте что я какой-то особенный поверьте моя жизнь была ничтожна любящим Бога и призвана по Его изволению абсолютно все содействуют ко благу и опять же основные вопросы которые Бог хотел сегодня задать узнаете вот мне сегодня уже 56 лет я понимаю что основную часть своей жизни я прожил я начинаю себе задавать какие-то уже вопросы я понимаю что любой человек я читал очень много литература на эту тему об этом пишет очень хорошо Эрик Фром и он пишет что у человека заложено всего лишь две основные потребности глубинные потребности какие потребности Эрик Фром это основатель транзактного анализа по которой транзактен анализ на болгарский язык по которой проходит обучение душу по печенью очень много пастырей в Америке и вот этот человек он открыл две потребности такие человек какие потребности любить и быть любимым и все больше вот этих потребностей не существует у человека и к концу своей жизни любой человек задается вопросами любил ли я любил ли я по-настоящему любил ли я так кого-то что был готов положить жизнь за этого человека такие вопросы я себе задаю в том числе я второй вопрос а был ли я любим любил ли меня кто-то так чтобы готов был положить свою душу за меня вот это очень дорогие вопросы на самом деле для любого человека если человек осознает что его никто не любил никогда и сейчас никто не любит и он никого не любит человек теряет смысл жить понимаете потому что у него нет даже базисных потребностей Япония стоит на первом месте по сей день самая цивилизованная держава стоит на лидирующей позиции по суицидам молодые дети подростки сбрасываются с небоскребов потому что понимают самурацкая держава никто меня не любит но по-настоящему я так пришел к Богу я вдруг осознал ну меня вот сейчас пригласили в церковь ну значит я там по крайней мере хоть кому-то нужен кто-то заинтересовался а кому я нужен в мире да никому я не нужен в мире понимаете никому вот так если быть честным в мире мы никому не нужны потому что дьявол там все вот так построил мы настолько все в суете и в таких заботах что нам этим просто некогда заниматься к концу жизни мы только задумывались а что ценного я вообще сделал за свою жизнь кого я любил и кто любил меня и знаете я как-то лежал и пересчитывал и я насчитал пример ну можно посчитать на пальцах моих конечностей и рук и ног что в моей жизни все-таки были люди которые были готовы положить за меня жизнь это очень дорогие люди для меня и были в моей жизни люди которых я так сильно любил и продолжаю любить но их можно пересчитать на пальцах моих рук которых я так сильно люблю и сегодня я готов за них положить свою жизнь и мне будет совершенно не жалко но ну вы знаете Иисус Христос как нам доказывает свою любовь написано Писание каким образом Иисус Христос уже доказал Иисус Христос вече доказал каким образом он умер за нас когда мы были еще грешниками праведный за неправедных абсолютно святая личность умер за нас нечестивых и в этом открылась его невероятная безграничная любовь можете сказать на это аминь я вижу колоссальную безграничную любовь Иисуса Христа в этом потому что я сам это пережил я так пришел к Богу я почувствовал когда я пришел в церковь я нашел живую церковь церковь когда я вошел в нее я вдруг почувствовал что я пришел домой невероятное чувство что я на своем месте что здесь мой папа отец и он меня страшно любит невероятно любит и если бы у Иисуса Христа была сегодня возможность опять уберечь за меня он бы сделал это не задумываясь можете со мной согласиться не задумываясь он для этого пришел на эту землю но вы знаете любовь она же бывает разная вот кто любил меня кого я любил это такой только поверхностный вопрос как любил какой любовь потому что любовь-то разная бывает есть любовь есть любовь филиус любовь дружба на таком душевном уровне душевно любовь а есть какая любовь есть любовь агапы это безусловная твое безусловное любовь Божья безграничная любовь И вот здесь, конечно, вы знаете, я задаю такие вопросы, сегодня и вам также, и у меня так люди так сразу начали резко отсеиваться, которые я любил, которые меня любили, я понимаю, что любовь эрос. Когда я любил по плоти, но ее даже так любовью и назвать нельзя, по большому счету, только в условиях брака она становится освященной. А так просто это писание называет похоть отчей, похоть плоти, гордость житейская. И знаете, я вот приведу одного психоаналитика. Мы его все знаем. Всички го познаваме. И он тоже еврей. Той еврей. Это, конечно, Зигмунд Фрейд. Това е Зигмунд Фрейд. По-болгарски Зигмунд Фройд. Зигмунд Фройд. И я хочу сказать, что этот человек был честным. Този человек был честен. Конечно, он был нерожденным с высшей человеком. Он не был роден с высшей человек. Он не знал Бога. Той не познавал Бог. Кстати, конец его был тоже очень печальный. И краем му също беше много печальный. Почему это можно сравнить с тем, что он просто настолько закрылся? И можем да го сравним с това, что толкога силно се испорил в себе си. Той много силно се и страховал. У врача психоаналитика. И лекарь психоаналитик. Который стал основателем классического психоанализа. К концу его жизни. К концу его жизни. Развились панические атаки. Той започнал, да има панические атаки. Вам это о чем-то говорит? Говорили ви нечто за това? Ну, мало быть психоаналитиком, правда? И даже основателем. Если ты не веришь в Бога. Аку не веришь в Бог. В духовном мире ты останешься абсолютно беззащитным. В духовный свет, что останешься без защиты. Просто духовным голым. Просто духовный гол. Не имеешь никакого будущего. Никакой защиты. Никакой защиты. И любой бесенок может войти в твою жизнь. И просто порвать тебя в плочи. Если Бог это допустит, конечно. А Бог это допускает. И Бог го допускает в вам. Потому что Писание говорит. Не вечно мне быть пренебрегаемым вами. Чтото Писание доказывает. Не можете вечно да ме пренебрегать. Мы можем долгое время разражать Бога. Можем долгое время да дразни Бог. Ходить по какой-то грани. Да ходить по рыбам. Ну знаете, Иисус Христос говорит. Кто отречется меня. Но Иисус Христос сказал. Което, что отречет меня. Пред хората. От того что? От того я отрекусь. И от того я, что отрекусь. Пред Своим Отцом Небесным. Пред Своим Отец Небесным. И все. Человек остается без защиты. И такая человек осталась без защиты. И мы идем дальше. И я хотел бы сегодня открыть послание к римлянам. Искам да утворя пак послание к римляне. Седьмая глава. Седьмая глава. Мы читали восьмую главу. Сейчас немножко раньше вернемся. Сега идем и на седьмая глава. Седьмая глава с восемнадцатого стиха. От осемнадцати стих. И вот здесь немножко о плотской любви. О душевной. О плотской любов, за душевной любов. И о любви Агапы. И за любовта Агапы. Очень важно в этом разобраться. И много важно, да, разберем, какова разлика. Где какая любовь. Где и какова любовь. Какую любовь я люблю сегодня. И через какова любовь в бычем азнез. И апостол Павел здесь пишет. Апостол Павел тук пишет. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать его, того не нахожу. Ну, то есть, или как в мире говорят. Как-то в мир оказывает. Благими намерениями лежит дорога в ад. Через благие намерения, справя под команду. Есть желание чего-то доброго. И может желание, да, прави добро. Вот пойду сегодня сделаю такое хорошее дело. Есть, что у тебя и направят такого хубавого дела, добро. Но чаще всего до реализации это не доходит. Убачи чествуют во нести году реализации. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, пролежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. И вот здесь Писание говорит о том, что дух противится плоти. И тут Писание доказывает, что дух сопротивен на плоти. А плоть сопротивен на духу. И вот я закончу мысль про Зигмунда Фрейда. Он честно описал, в чем живет в основном человек, неверующий. И тот честно описал, как вы живете и неверующий человек. И что это? И как вы этого? Что он открыл? Как вы его открыли? Это бесконечные сексуальные мысли. Тваса бескрайние сексуальные мысли. Либидо. Либидо. Это суть неверующего человека. Твая сущность на неверующий человек. Символ плоской любви. Символ на плоской любви. Любви эрос. Любовь то эрос. И вот лежит мужчина. Лежи муж. На кровати. На леготу. Или женщина. Или жена. Неверующая. Неверующая. К концу жизни. Ком крайна живота си. И перечисляет. И запошь вода при бурьяном. Ну вот у меня было столько-то любовниц. Столько-то любовниц. Или столько-то любовниц. Или любовников. Любовников. И все. И твая. Меня любили. Я любил. Менцами обичали яс в печок. Но можно ли это назвать любовью? Но можем ли донарить твая любовь? Вы знаете. Я раньше думал. Что вот это послание к римлянам. Апостол Павел. Конечно же. Писал не о себе. Апостол Павел. Не писал за себе. Что его это не посещало. Четвая негой посещала. В моем представлении. Это был абсолютно святой человек. В моем представлении. То и был свят человек. А потом он пишет Тимофею. И после то и пишет к Тимутею. О том. Что юношеских похотей избегает. Да. Избегла юношеских похотей. Я даже не буду объяснять. Что такое юношеские похоти. Вот все вы уже давно знаете. Хотя вам даже это никто не объяснял. Сразу как-то почему-то становится понятно. Но я в своей жизни открыл. Но в свой живот открыл. Вот интересно. Когда я был в состоянии первой любви. Когда я пришел только к Иисусу. Мы пребывали в такой невероятной любви. И вы знаете. Я это очень хорошо помню. И по сей день. Много добре вспомним. И стараюсь каждый раз. Когда в это возвращаться. Возвращаться. И с этим пыта стараюсь. Да се возвращам к вам това. Я не смотрел на женщин. Как на женщин. И не глядах на жените. Как-то на жените. Для меня это была. Очень красивая душа живая. И за мен. Те са били красивые. Живые души. Которая очень сильно нуждалась. Която много силно се нуждаю. В том. Чтобы я донес. В това аз дай донеса. Главную весть спасения. Главная весть на спасение. Что Иисус любит тебя. Че Иисус тебя убит. Вот реально мы ходили по городу на нашу. И не ворвяхме из града. И я мог подойти к незнакомому человеку. И могла дойти к незнакомому человеку. Заглянуть ему в глаза. Да погляд навучит ему. И сказать ему. И да му кажа. Ты знаешь как Иисус тебя любит. Знаешь ли как Иисус тебя убит. Он так тебя любит. То и толкова ты убит. То он когда-то умер за тебя. Че някога е умрял заради тебя. Умер. Понимаешь. То е умрял. Разбираш ли? Просто потому что любит. Просто за что ты убичал. Не потому что ты это заслужил. Не за что ты го заслужаваш. И вот мы вот так ходили и говорили. Признавали за любви. И така ворвяхме. Ходихме и говорихме на хората. И мы ничего не замечали. И ничто не забелязахме. Но с годами я вдруг что-то уловил такое. Но с годами ты започнишь нечто да усешь там. Я слушал главного нашего пастыря. Он прилетел из далекого Лос-Анджелеса. Миссионер Ю Джозеф. И он говорил о том, что не оставайтесь с женщинами наедине. И то иказывавши, да не уставамы сожжените насаме. Если это не твоя жена, то лучше не делай этого. Потому что это большой соблазн. За что тут твое гулям соблазн? А наша группа, молодежная группа. Мы сидели и переглядывались. Для нас это было нелепо. Потому что только что мы пришли с ночи бдения. И там были молодые парни. И молодые девушки. Мы только уверовали. И мы целую ночь провели вместе. И мы почти целую ночь молились. И лично мне. Ни разу. Не приходила никакая дурная мысль. Никакого лоша мысла. Вот это правда. И твоя истина. Но так было не всегда. Но так не было виноги. Вы знаете, сегодня я немножко буду шутить. Сразу так, ну как бы предупреждаю. Да вы предупреждаю. Потому что сегодня я делюсь своим опытом. И днес поделим свой опыт. Например, я разговариваю с красивой женщиной. Говорю с красивой женой. Не важно какая она, верующая или неверующая. Не важно, верующая или нет. И вдруг я замечаю. И завтра забелязываю. Ну что, чем дольше разговор. Чем чаще мои глаза начинают куда-то опускаться вниз. Только почувствуйте мне, если спускать надолго. Я спрашиваю. У меня начинается такой внутренний диалог. И я снимаю внутренний диалог. Господи. Господи. А шо я там не видел? Как он и сомбеждал там. Я врач. Асмлекар. С 30-летним стажем. Со стрессой гудини опит. Я гулых женщин видел больше ничего, чем гулых мужчин. Поверьте мне. Ас голый женщин, и сомбеждал повыше от кого-то голый мужей. Я работал в реанимации. Работил в реанимации. И нам после операции поставляли женщин. И след операции по ставях и жених. И наша задача была их принять. И задача, что они ввешат для гипреема. Положить под систему. Да, гипреема под систему. И просто вводить определенные препараты. Антибиотики. Да, вы ввешали на определение препаратов антибиотики. Я работал в реанимации в онкологическом диспансере. Я сработал их в реанимации в онкологическом отделении. В еврейской бригаде Брандорфов. В бригаде. Которые потом уехали в Израиль. На еврейской бригаде. И после соминок в Израиль. И вот голые женщины поступают. И два тези голые женщины. Я вот это все вижу. Я с вижданом сечку дула. Мы перекладываем их с кушеток на кровати. Вот, и вот просто, это я не знаю, это самый лучший пример. Это когда мы с сыном в Пекин приехали на аттракционы. И мы испробовали все аттракционы в Пекине. И все аттракционы использовали. Мы там на чем только не летали. И просто самые страшные аттракционы, американские горки различные. И я помню, что где-то мы несколько часов провели на этом страшном аттракционе самых высоких и невероятных фантастических горок. И потом я помню, что нас закрепили наши руки вот так специальными креплениями. И мы там, мы с Павелом летали как птицы там просто. И с Павелом летях мы как птицы. Ну это вот ощущение полета реально. И прямо ты летишь вот так на асфальт головой. Летишь к асфальту с головой. И над самой землей вот так. И такая доземята навашь. Мертвые петли стали для нас чем-то вообще... И я просто замечаю, что мне уже давно не страшно. И забелязан, что вечно не имеет страха. Адреналин там уже весь сгорел просто. Я по врачу смотрю на Павла. А он смотрит на меня. И нам вообще не страшно вообще. Ничего не страшно. И мы смотрим, все что-то кричат, орут. Ну не страшно, что они орут? Вот примерно то же самое. Ну просто я вот как врач, я просто выгорел. Ну, меня не удивляют, не восхищают женские прелести. Господи, куда я смотрю там? Что мне надо вообще? Мне там ничего уже не надо. Я люблю свою жену. Самый главный вопрос, который меня всегда спасает, я всегда говорю, я люблю Иисуса. И что мне надо там увидеть? Вот эти плоские мысли, они мешают. Чему они мешают? За этими плоскими мыслями мы не замечаем человеческую душу. Можете сказать на это аминь? И за тези плоские мысли, незаберязвами човешката душа. Човешката душа, която се нуждае. Вести спасение. В веста на спасението. Чтобы что-то познать. Напознай нечто. Чтобы вынести из ничтожного драгоценного. Познать драгоценного Господа. Напознай скопоценен Господ. Который в любую ситуацию твою ничтожную. И самую ничтожную. Сделать самое драгоценное. Иисус Христос говорит. Иисус Христос сказал. Принеси все ко мне. Свои времена. Свои заботы. Свои ты грижи. И я успокую вас. И я, что тебя успокую. Говорит так и что? Сказывали так и Иисус. Сегодня брат Николай говорит. Брат Николай. Бог дал нам настоящий шалом. Который есть полнота его мира. Бог не дал шалом. Твоя полнота и мир. Шехина. Полнота Божия. Божия та полнота. И вы знаете, вот это самое драгоценное. И твое наископоценность. Знаете, я недавно осознал. Но скоро осознах. Я понимаю, что за 30 лет веры. Разбиран, че я през 30 годин на веру. Где-то что-то я начинаю во что-то, в какой-то потолок упираться. Вече за почвом достигам таваном. И где-то мне уже совершенно неинтересно. И някоти вече не имеет толкова интересного. И совсем недавно Бог мне просто открыл. И наскоро Бог мне открыл. Вы знаете, чем мы сегодня ограничены? Знаете ли, с какого смоя ограничение днес? Мы хотим познать Бога. Не искаме да познаем Бог. Нашими человеческими мозгами. Через нашите человеческие мозги. Нашим даже человеческим сердцем. Тори и через нашу человеческую сердце. Но вы знаете, вот такое познание. Но твое познание. Оно довольно ограниченное. То ограничено. Мы ограничиваем Бога. Не ограничавам Бога. Своими мозгами. Со своим мозгом. Своим образованием. Со своим образованием. На самом деле мы никогда здесь, живя на земле, не сможем познать всю его полноту. Поэтому и написано. Что написано? Не видел того глаз. И не слышал этого уха. Вы знаете, сердце человека. Оно не может вместить всю полноту Божию. Я понимаю, во что я упираюсь. Я упираюсь в свое ограничение. Просто в самограничение. В свой ограниченный разум. Там, на небесах, нас ожидает познание. Ну, в любом случае, в большей полноты. Мы и сможем познать его такой, какой он есть. Аминь. Поэтому не удивляйтесь, если вы, например, приходите в церковь уже сотый раз. И где-то приходит мысль. О, Господи, я уже все это слышал. Я уже все это знаю. Апостол Павел тут же вмешивается. Ты еще ничего не знаешь. Как должен знать. Вот скажите на это аминь. Потому что пока мы живем на этой земле, мы ограничены своей плотью. И плоть у нас всегда будет противиться духу. Но вы знаете, и дух противится плоти. И знаете, меня это спасает. Меня спасает очень хорошее знание. За 30 лет веры. И я очень хорошо знаю. Аз много добре знам. Откуда приходят мысли. Когда они приходят от дьявола. Когда они приходят от моей плоти. Или когда они приходят от Бога. И я точно знаю, как реагировать. Когда приходят мысли от дьявола. Я стою в молитве и говорю, пошел вон, сатана. Это единственная защита. Одержать личную победу над сатаной. Да, победишь личную. В личном противостоянии. Сатана в личном противостоянии. Потому что Слово Божие говорит, тот, кто в нас живет, он больше того, кто в этом мире. Он сильнее. И он уже победил. Но тебе это надо взять. Тебе надо это провозгласить. Тебе надо войти в эту победу. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бога. Без Слово ничего не начинается. Тебе надо это начать делать. Просто открыть свои уста. И провозгласить. Аминь или не аминь? По-другому это не работает. Не работает. Если ты будешь молчать, ничего в твоей жизни, ничего не изменится. Начни говорить. Начни исповедовать. Иисус Христос Господь. Он есть Бог Богов. Он есть Господь Госпож. Он есть Царь Царей. Он есть Целитель над Целителями. Он есть Спаситель моей души. Нет ничего важнее. Я люблю его всем сердцем. И тогда в твою жизнь приходит вот это чудо. Жить с Иисусом очень интересно. Иисус Христос очень хорошее чувство юмора. Добро чувство на хумор. Еще в Казахстане ко мне подошел один человек. И он говорит. И той казва. Вы знаете. Недавно доктора. Знаете ли, на скорую лекарь. Поставили мне диагноз. Рожистое воспаление левой ноги. Воспаление на лев крак. Рожистое. Рожа. Рожа на лев крак. На болгарский червен ветер. А, червен ветер на лев крак. По западным канонам это неизлечимое заболевание. И по западная медицина това не может себя лековать. Я пошел к врачам, к хирургам. И доктора хирурги сказали. И лекарь эти хирурги не казаха. Ну, по крайней мере, тогда. Это было в 90-е годы. Мы это заболевание не лечим. Не лекуваме това заболевание. Мы наблюдаем. Не наблюдаем. Мы капаем системы. Не слагаем системы. Потом посадим вас на критикостероиды. И что видадем стероиди. А потом, в конечном итоге, мы вам отрежем ногу. Ампутируем. Ампутация. Ампутируем тоже крак. И все наше лечение. И твое наше лечение. Но хирург говорит. Но я то, что вам скажу по секрету. Но хирург говорит. Но что вы кажете, что это тайно. Я знаю адрес одной бабушки. Знаю адрес на одна бабочка. Вы туда поедете. Видите, что у тебя там. Она шепчет. Я шепни. Она обернет вашу ногу красной тряпкой. С червенно хавлия, что зови к кракове. Чем-то посыпет. С нечто, что посыпи. Что-то пошепчет. Нечто, что шепни. И ваше рожество воспаление просто как рукой с ним. И воспаление это просто, что все махни. Врач-хирург направляет к бабушке. И лекарь-хирург. Я испрашиваю. Можете себе представить? Это было в нашем горе. Это было в наше город. И говорит, я поехал туда. По адресу, который указал мне хирург. Но бабушка, к сожалению, уже к тому времени умерла. Не успел. Говорит, вы пастор, что он мне сказал? Я только пришел к Богу. Я вижу, в глазах такая вера была. Вот в эту красную тряпочку. Я говорю, ну давайте принесите красную тряпочку. И мы помолимся. Я не буду шептать. Я во весь голос. Он принес на следующий раз красную тряпочку. И на следующий день донесли червенную тряпочку. Мы обернули его левую ногу. А там нога была уже вся красная и вздутая. И крака му беше вече червен. Такая вздутая, что готова была взорваться просто. И имаше столько сильного ток, что крака штееша да се взрыви вече. Я обернул. И аз завих кракаму. Помню, взял елей немножко смазал. Сложих малку елей. Потому что так написано в писании. За что то так пиша в писании. И произнес молитву. И произносил, произносил, казах молитву. Что здесь кто болен из вас. Ако някой от вас е болен. То пусть призовут пресвитера в церкви. И помажет его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И если садил грехи, то простятся ему. Во имя Иисуса Христа. Ранами Иисуса Христа. Ты исцелен. Этот человек ушел. Через несколько дней мы с ним увиделись. И вы можете себе представить? Можете ли да се представите? Говорит, уже на следующий день я просыпаюсь. То и на следующий день я собужда. А нога чистая. И краком ее чистая. Нет никакого отека. Нет никакого рожистого воспаления. Нет никакого воспаления. Я пошел к хирургу. Я с учетом при хирург. И он сказал, ну вот видите, бабушка же сработала. И хирург сказал, ну ли бабочка-то? Говорит, я к бабушке съездил, она умерла. Я пошел в церковь, поэтому. Научитесь из ничтожного выносить драгоценное. Иисус, он самый драгоценный, правда? Иисус иное ископоцение. И я уже заканчиваю. Давайте мы прочтем второе послание к Оримфинам. Некогда прочтем второе послание к Омкуринтяни. Двенадцатая глава. Двенадцатая глава. Седьмого стиха. От седьмого стиха. И чтобы я двенадцатая глава седьмого стиха не превозносился чрезвычайностью откровения. Многие знают это место хорошо. Дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь мне сказал, довольна для тебя благодать моей. Ибо сила моя совершается в чем? В немощи. Осознать свою немощность. И осознать силу Господня одновременно. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. И вы знаете, смотрите, апостол Павел дальше пишет. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя я и ничто. Ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Давайте мы просто запомним о том, что признаки апостольства, признак миссионера. Апостол это посланный. Современное название миссионер. И Бог всегда сопровождает своих апостолов всяким терпением. То есть это очень терпеливые люди. Знамениями. То есть просто какие-то знамения сопровождают. Чудеса. И силы. Вот здесь место силы. Вы знаете об этом? Вы не просто так приходите раз в неделю на это место. Но это место силы. Твое место на силу. Потому что здесь мы можем согласиться о чем-то. За что-то тут можем согласиться с нечем. То есть помолимся Богу. И Бог нам реально отвечает. И Бог реально не отговорит. Потому что Он так обещал. За что-то то и такое обещало. Здесь мы наполняемся Божьим Словом. С Божьими молитвами. С Божьей молитвой. Здесь мы просто в какой-то степени нас Господь наполняет для того, чтобы послать нас. И Бог не напыл вас, да не спрати след това. Чтобы в понедельник, вторник, в среду, в четверг и так далее пойти и исполнить Его Слово. Да учитем и да исполним Неговое Слово. Аминь. И вот здесь вы знаете апостол Павел. Это же такая величина, правда? Апостол Павел. За нас всегда твоя такая величина. Бывший фарисей из фарисеев. Бывший фарисей. Тот, кто учился у ногах Гамалиила. Тот, кто учился у ногах Гамалиила. Это был самый авторитетный учитель того времени. Но потом стал гонителем церкви. Знаете, я приведу один такой пример. Ще ви кажа один пример. Помните ли, как умирал первый светомученик Стефан? Как он погиб? Каким образом? Он стал и начал проповедовать. Той станал и започнал да проповедва. Кому? Людям, которые распяли Иисус Христа. Которые еще буквально там совсем недавно. Убили его. Кто-то в него плевал. Кто-то бросал в него комки грязи. Кто-то кричал какие-то слова проклятия. И сегодня Стефан встает. И вот я почему привожу вот этот пример. Вы знаете, что нельзя назвать любовью? По словам Иисуса Христа. Вы думаете на Иисус Христос. Иисус Христос говорит. Иисус Христос сказал. Если вы любите. Любящих вас. Какая вам от этого награда? Каква награда е от това? И каква полза? От того, что ты даешь тому, кто дает тебе. И к чему призывает Иисус Христос на горно проповеде? Какво призывав Иисус Христос на горно проповеде? Любите ненавидящих вас. Благословляйте проклинающих вас. Всячески благотворите тех, которые вас гонят за имя мое. Это так или не так? Вчера я буквально слышал. Даша, по-моему, сказала. Я понимаю, что любить ближнего надо. Но это так тяжело. Трудно. Вот иногда вот ближний, ну так достанет тебя, да? Что-то твой ближний может оквасилнуть в разный. А тебе его надо любить? Ну, ты его только убичишь. И вот, вы знаете, ну вот именно вот этот признак. Твой признак. Вы знаете, какой признак? Каков ты признак? Когда я понимаю. Куда ты разбирай. Свою ничтожность. Свою ничтожность. Я понимаю, что этого человека я любить не могу. Разбирай, что тот человек не мог этого убичить. Потому что он меня ненавидит. За что ты тойми мрази. Я не могу его благословить. Не могу его благословить. Потому что он меня проклял. За что-то тойми я проклял. Я так долгое время не мог простить своего отца. Только долгое время не мог простить по счастью. Потому что он просто когда-то выбросил меня из своей жизни. И это был единственный человек, который я не мог простить. Кого-то не мог да простить. Но прошло время. И Бог мне сказал. И Бог мне сказал. Прости. Потому что если ты не простишь. То и я не смогу простить тебя. Это взаимосвязанные вещи. И я простил отца. И просто благословил его жизнь. Мы примирились. Не с добрых мы. И вот Стефан встает. Стефан встает. И начинает проповедовать тем людям. Започивая проповедование на тези хора. Которые возненавидели Христа. Кой-то самразили Христос. И просто из зависти. Просто за что-то самозавиждали. Потому что он делал слишком много невероятных вещей. Вы знаете, что произошло в этот момент? Как? Писание говорит, что лицо у Стефана было какое? Оно было как у ангела. И фарисеи. Скрижища зубами. От вот этой злобы и ненависти. Они начали подбирать камни. И начали побивать Стефана камнями. Започвали да хвырят камни к Него. И как вы думаете, чья любовь там была? Это была любовь Стефана. Това была любовь на Стефан. Коя-то го испратила к смертам. Я вот точно знаю. Я с сигурност знам. Что вот через Стефана. Через Стефан. Тогда проявилась безграничная Божия любовь. Тогава се показала безгранична Божия любовь. И кого Бог через эту ситуацию, ничтожную ситуацию приобрел? И кого Бог через тася ничтожная ситуация Кто помнит? Одежду, у чьих ног сложили? Он тогда уже даже не был, Павел. Он тогда был Саул. Как по-еврейски, Шаул. Это был юноша, который всю эту ситуацию видел. И запомнил каждое слово Стефана. Была ли смерть Стефана напрасной? Я хочу сказать, что только от того, что через проповедь Стефана покаялся только один человек и стал апостолом Павлом. Его проповедь уже не была напрасной. Можешь сказать на это оменьшим? Вот эти слова настолько врезались в сердце апостола Павла, будущего апостола Павла. что он потом полностью ее просто вот так процитировал. Читой после цитировал тази проповедь на Стефане. Книга-то на деяния. Вы знаете, кем написана книга деяния? Знаете ли, кой написал книга деяния? Она написана евангелистом и доктором Лукой. Лукой был очень большим другом апостола Павла. И Лукой и был приятел на апостол Павел. В обоих них было очень хорошее образование. Те два мата съемали добро образование. Евангелие от Луки. Евангелие от Лука. Написано в основном со слов апостола Павла. Апостол Павел имел общение в Иерусалиме с апостолами. И очень много собрал информации об Иешуа Машех. Библисты утверждают, что евангелие от Луки было написано со слов апостола Павла. В основном со слов апостола Павла. Почему так? Потому что у Лука была жалоба плати. И историки описывают это как что? У него было заболевание глаз. Предполагают, что это была катаракта. Потому что этот человек очень много читал. То есть человек много учил. Очень много писал. Шил своими руками палатки. Руки его были искорежены. Потому что работало на холоде. И он, ну самая основная мысль, что он доверил это написание. И Евангелие от Луки было написано. И книгу Деяния. И Евангелие от Лука, и книга от Деяния собили написание от Лука. Потому что эти послания были в основном направлены для эллинистов. И эти послания собили насоченникам эллинистов. А лучше Луки? А по Добре от Лука. Ну вот просто восприятие эллинистов никто не знал на то время. Никто не знал. Гляднуто им точку туда. Потому что кто такой был Лука? Он не был евреем. Лука не был еврей. Это был обращенный из язычников. Он был еллинист. Поэтому писал вот это Евангелие для нас обращенных из язычников. И то и писал Твою Евангелие за нас. И книга Деяния была написана за слов апостола Павла для нас обращенных из язычников. И насколько точное его из произведения. Огромная проповедь. Огромная проповедь. Можете со мной согласиться? Очень большая. Написана просто вот на несколько вот таких вот столбиков. Столбиков. Обширная проповедь Стефана. Обширная проповедь Стефана. Которая начинается буквально с самого начала. И он там буквально чуть ли не начинает с Адама. Он перечисляет всех патриархов. И в конечном итоге обвиняет. Фарисеев. Кого вы убили вообще? И после этого они скричат зубами. Зубами просто пошли толпой и забили этого человека камнями. Насколько это перевернуло сердце, жизнь апостола Павла. Аллилуйя. Поэтому если сегодня моя проповедь перевернет чью-то хотя бы одну жизнь. Я буду считать, что моя проповедь не напрасная. Слава нашему Богу. И вот здесь апостол Павел хвалится. И тут апостол Павел все хвали. Когда я немощен. Тогда я силен. Вы знаете, апостол Павел открыл для себя основное правило. Апостол Павел открыл за себе основное правило. Он научился в своей жизни. То есть он научил в свой живот. Из любой ничтожной ситуации. От всякой ничтожной ситуации. Брать силу. Да, взима с силой. Он всегда знал. Ведь то и винаги я знаю. Иисус Христос всегда рядом. Всегда рядом. Он на протяжении одной молитвы. Продолжение на една молитва. Просто призвать Его имя. Просто трябва да призваве Него в это имя. И Той е тут. Знаете, сегодня у нас практическое такое применение. Имаме практическое применение. Просто подумайте. Помислите си. Осознайте. Есть ли в вашей жизни человек. Има ли в вашей жизни человек. Может быть их несколько. Или с няколко. Кого вы не можете по сей день простить. Когото не можете да простите. Очень важно честно признать это. То есть Господь. И докажите Господь. Я честно признаю. А с честным признавам. Я не могу простить этого человека. Не могу да простить този человек. Ты мне помоги. Дай мне для этого силу. Дай мне силе за Туа. Дай мне для этого Твою любовь. Дай мне Твоя эта любовь. Вот эту любовь Агапы. Правда? Та isi любовь Агапы. Потому что сам я своей человеческой любовью не могу покрыть этого человека. И простить этого человека. Второй момент. Переберите свою жизнь. И может быть Бог вам укажет сегодня, что в вашей жизни был человек, который вас проклял. И это может быть самый близкий человек. Это могла быть мать твоя. Которая сказала тебе когда-то, не подумав. Ничего хорошего из тебя не выйдет. И махнула на себя рукой. Это работает как проклятие. Или отец что-то плохое тебе сказал. Помолите за этого человека. И благословите его. Аминь. Это самая лучшая защита. Нагорна проповедь на Иисус Христос. Вспомните, есть ли в вашей жизни человек, который вас реально преследует. Делает вам невероятные какие-то козни. И просто вот всяческим образом показывает. И по всякаку образ. Насколько он вас презирает. По всякаку начинку показывает, колко вы мрази. Подумайте. Помислите себе. Какой подарок вы ему сделаете? Каков подарок можете да ему направите? На Рождество. На Рождество. Что вы ему подарите? Какое что ему подарите? Потому что так и написано. За что то така пише? Благотворите. Благотворите. Тем, которые гонят вас. И всяческие злословия за имя мое. Это практическое применение. Сделайте это. Потому что вы знаете, это реально является корневищем. Очень многих человеческих проблем. И наша жизнь становится ничтожной. Потому что если я не могу простить, то я остаюсь в позиции непрощенного. И Бог начинает меня преследовать. Жизнь вот так. Я начинаю работать на пустой кошелек. На дырявый карман. Если я не могу благословить. Если я только сужу. То что? Бог начинает судить меня. И ситуация становится все ничтожнее и ничтожнее. Тогда что надо сделать? Просто поступить по Слову Иисуса Христа. Просто да поступим по Слову на Иисус Христос. Простить. Да простишь. Отпустить. Да отпуснишь. Благословить. Да богословишь. И возлюбить даже своего врага. И да возлюбишь даже своего врага. Вы знаете, вот сейчас идет война. И сега има война. Я вот вчера буквально делюсь со своими близкими. И говорю. Самое главное сейчас. Удержаться во Христе Иисусе. Да се удержим в Иисус Христос. Не встать ни на ту, ни на другую сторону. Мы не воюем против людей. Наша война не против крови и плоти. Наша война не против плот и крови. Наша война против бесов. Наша война против бесов. Против духов злобы поднебесной. Так или не так? Потому что если мы только допустим ненависть в свое сердце, в этот же момент мы становимся человеко-убийцами. Человеко-убийцами. Ни больше, ни меньше. Да не будет этого. Храните, более всего храните свое сердце от всякой злобы и ненависти. Давайте мы сегодня склоним наши сердца. И просто горячо помолимся нашему Господу Иисус Христу. И попросим Его дать нам силу. И любовь Агапы. Для того, чтобы научиться. И всякой ничтожной ситуации выносить драгоценные жемчужины. Господь, прости нас. Если мы где-то допустили какое-то непрощение. Какое-то осуждение. Какой-то суд. Какие-то злые слова. Какие-то проклятия. Помоги нам, пожалуйста, измениться. И начать прощать. Начать любить. Там, где мы не можем любить. Своей человеческой любовью. Ограниченной любовью. Да, нам по вере. Любить Твоей любовью, Иисус Христос. Поэтому Павел и говорил. Я люблю Вас любовью Иисуса Христа. И уже не я живу. Но живет во мне Иисус Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верой. Спасибо тебе, дорогой Господь. Благодаря тебе, Господь. Я верю в то, что сегодня мы получили Слово прямо с небес. И я хочу к концу своего времени к концу своей жизни иметь такие ситуации, да имам такие ситуации, когда бы я бы любил твоей любовью. Через Твоя любовь. Даже те, которые меня ненавидят. Даже те, которые считают меня своим врагом. И дай мне иметь таких людей, которые бы и меня любили, даже в те моменты, когда я не являл Твою славу. и был просто плохим человеком. И просто обижал. И просто оскорблял. И просто ранил. Но эти люди продолжали меня любить с любовью Иисуса Христа. И я благодарен. Очень благодарен тебе, Иисус. За Твоих верных людей. И за Твои верные сосуды. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если согласны, скажите Аминь. Будьте благословенны. Аллилуйя. Вы знаете, я вот в Болгарии...